вот и очередной закат в этот раз 16 сентября концу месяца синоптики прогнозируют первые заморозки представляете там он наблюдая какую-то рыбу покрупнее размером выхода умные люди в которых писали что утки на своих лапах вот эти утки на своих лапах могут переносить икру рыбы с большого водоема например с реки днепр в этот небольшой закрытый представляете что творится никто не никто не желает искупаться только посидеть почилить на лавочке да мы все участники регаты что у нас друзья на данный момент по повестке дня но день для нас в принципе можно сказать что спокойный в плане каких-то военных действий особо без тревог вот только пожары в экосистемах напрягают люди жалуются на то что при открытии окон образуется на подоконниках слой пыли черный больше похоже на какой-то уголь плюс это все залетает в квартиру в принципе сегодня это тоже испытал даже если открывать на проветривание потом все это действительно в слое такой черный какой-то пыли непонятной в общем жители города жалуются на это предположительно магет долетать всякая фигня с пожаров потому что пожары в области достаточно серьезно что еще друзья недавно вот буквально до чуть-чуть недавно одесса николаев как оказалось даже хмельницкий но не в таких масштабах в общем ощутили землетрясение одесситов вообще хорошо так труханула труханула и молдову и болгарию а эпицентр землетрясения как выяснилось находился в румынии представляете себе что творится как разбушевалась природа ведь люди чувствуют себя властлинами ситуации а на самом деле наша планета может от нас избавиться от надоедливых муравьев которые не уважают ни себя не природные ресурсы вот так и живем землетрясение было что еще друзья в принципе этот выпуск мы сейчас посвятим такой новости которая с утра еще появилась изначально в российском информпространстве затем в украинском с комментарием экспертов гур в общем российские медиа источники со ссылкой на разведку рф опубликовали такую новость что украина с подоплеки сша даст как с помощью не с помощью от надоумили надумывает сша украину сделать провокацию нанести удар по одному из детских учреждений там не знаю школа садик еще что-то да на территории подконтрольной украине с целью обвинить в этом россию нанести именно ракетный удар и обвинить в этом россии зачем это делается по мнению российской разведки но первое то помочь подтолкнуть запад там сша разрешению ударов ракетами в глубь россии обосновать это плюс там новые санкции но кстати зрители заметили пропажу видите здесь одного флажка нет и там дальше еще одного не будет тоже сперли я не заметил люди написали в общем так да то есть подтолкнуть запад снять еще там больше санкций наложить и конечно же разрешить удары в глубь россии сказать что вот россия наносит удары по школам там не знаю еще почему-то и выгода для сша сша сможет давить на иран и кндр тоже санкциями еще какими-то методами он видите нет флажка обосновывая это тем что удар якобы был будет нанесен или будут будет нанесен ракетами которые именно поставили иран и кндр вот такие дела якобы вот сша мутит такую тему прокомментировали ситуацию в украинском здесь немножко в украинском информпространстве частности гур сказали что зная россию все адекватные люди понимают что россия готовят очередную провокацию и просто перекинет ее на украину со словами видите мы же говорили мы предупреждали что вот украина такое сделает так что друзья украинские информ источники чиновники говорят не игнорировать тревоги быть осторожными потому что неизвестно где будет удар и будет ли он вообще что это больше такая психологическая атака на украинское сообщество да потому что у всех там есть дети и куда она прилетит что это будет как бы непонятно вот такие дела лучше вот такой вот вечер с такими друзья новостями вот к немножко меняется и уже сейчас даже ощущается некая прохлада смотрел там под конец недели плюс 15 плюс 25 собачьи стрелка да вообще мне все это напоминает очень песню песню наутилус помпилиус хлоп-хлоп кто не слышал послушайте очень-очень-очень мне все напоминает ситуацию которая у нас сейчас происходит поведусь по лесочек ветками вас так видите как страшно знаете и вот так видите прям через ветки 3д 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 видео эффект полного присутствия лесные пожары пылающий лес горит мое сердце горит до небес ах ты какие камштейны интересно болтики гаечки такие можно на велосипед прикрутить что-то за реклама шарики какие-то это какое-то искусство это поле для гольфа шоль только заросло так сюда можно трампа привезти смотрите вот видите клюшка все дела поле для гольфа для гольфа просто такой вот он заросший без лунок надо покосить лунки сделать вот эти айки гельбан тут нифига себе тут все будет такие гельбан будет класс вот это место интересное на болит и как жить сейчас быстро и не убегу ё-моё и забор завалило блин гляньте это сегодня дерево упал афигеть этуfaced кусты завалила гулки а я я я я видите просто рухнуло и забор все поваляло офигеть асферить гляньте у ее из устой какой кошма А здесь же люди могли находиться, играть в боулинг, в этот, в гольф. Кошмар, что творится. Вот такие, друзья, дела. В общем, желаю вам приятного вечера. Помните, что Бог любит вас. И до нового выхода на связь. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока. Знаете и запоминайте, мы, ребята, не зазнайки. От того, чтобы только кушать. Ух, да еще и рычит. Нифига себе, вот это мопед, пацана.